150 тысяч рублей будет стоить предпринимателям продажи сигарет несовершеннолетним. А вот юрлицы заплатят 100 тысяч, если допустят курение на территории, где осуществляют свою деятельность. Минздрав намерен ужесточить антитабачный закон. И изменения коснутся не только предпринимателей. Рядовой гражданин заплатит за курение в неположенном месте полторы тысячи. А уже через полтора года поднимутся цены и на сами сигареты. Так уже внесенный в Госдуму законопроект по изменениям в налоговый кодекс по проекту Минфина предполагает повышение акцизов на сигареты до 20 рублей на пачку в 2014 году и до 25 рублей в 2015. Минздрав же в новом документе предлагает повысить акцизы до 30 рублей с пачки в 2014 году и до 52 рублей с пачки в 2015. В итоге средняя цена пачки сигарет составит порядка 100 рублей. Законопроект, разработанный ведомством, уже вынесен на общественное обсуждение. Готовы ли ноябрьцы идти на такие траты ради очередной дозы никотина? Мы поинтересовались у граждан. Колешно буду курить. 40 лет курил, я не могу бросить. Эти люди зависимы от этих сигарет. Я думаю, что сколько бы они ни стоили, они все-таки будут тратить на это деньги. Молодцы, что так делают у всех. Молодцы, что повышают цены, чтобы люди меньше покупали сигареты, чтобы меньше курили. Чтобы больше за здорового в жизни были. Цена на сигареты не повлияет никак на нашу привычку, это точно. Если чисто самому себе объяснить, что это не нужно, как бы не курить. Бывает такое, не курим, бывает курим. Может меньше будет курить. Я так думаю. Дорого стоит и расходов больше. Эти законы, они коснутся, мне кажется, сильно бедных. Те, которые не смогут себе позволить купить сигареты, например, за 100, за 150 рублей. Но я считаю, что если человек курит и он не намерен бросить, он будет курить и за 150 рублей. Сколько раз сводили водку у дорожания, и все равно люди пили. Также повысят цены на сигареты, и люди будут курить.